Друзья, всем привет! С вами Леся. Сегодня у нас в Воскресине уже время пустых баночек, а я все никак не снимаю, нет у меня пока что времени. Да, честно говоря, и баночек особо как бы не накопилось, но традиция есть традиция, поэтому я проснулась, пошла готовить кушать, и пока у меня готовится кушать, я вам сниму пустые баночки. Надеюсь, все успею, потому что вечером будет не до этого. Итак, начнем с продукции для волос, и у меня закончилась вот такая вот большая бодейка от Травницы. Это укрепляющая маска для волос, перцовая, с крапивой, укрепление и рост. Честно говоря, когда я ее заказывала, я делала очень быстрый заказ в Улыбке Радуги, потому что нужны были в основном бытовые какие-то штучки, и я не обратила внимания, что на картинке как-то описание не стала читать, а оказалось, что здесь крапива и перец. Я очень испугалась, что у меня будет печь, сжечь кожу головы, пошла читать отзывы, но в отзывах как бы все возмущались, что ничего не печет, почему? И действительно, я решила попробовать эту маску, никакого жжения, ничего не печет, не согревающего эффекта, ничего такого нет. Для меня такие эффекты, они как бы достаточно опасны, потому что я страдаю от мигрени, поэтому страх мой не оправдался. Это была просто обычная маска, бюджетная, здесь пол-литра, выглядела она вот таким вот образом, здесь вот что-то стекло, она такая зеленая, у нее запах вот чисто травы, травяной такой, знаете, и он оставался на волосах, что не очень мне нравилось, такой как бы достаточно навязчивый запах и не очень приятный. Есть, знаете, россыпь травяная какая-то, там вот интересные играют ароматы, здесь вот прям просто тупо трава травой, но не скажу, что противный прям аромат, но и приятным его назвать нельзя. Ну, собственно, маску я использовала, потому что купила, да, и могу сказать, что для моих волос это просто пустышка, просто пустышка, она ничего не делала, пользовалась я ей просто вот, чтобы использовать. Девочки, конечно, если хочешь отрастить волосы на чистой линии травницы, далеко не уедешь, это я прекрасно понимаю, сейчас особенно. И мне пришлось отрезать сантиметров пять волос, я два года не стригла волосы, девочка, у меня было коре, такое еле-еле прикрывающее уши прямое. И вот два года я не стригла волосы, они как бы отросли, но я видела, что потерялся ровный срез волос, для меня неприемлем каскад, филировка, вот это вот все дело. Я люблю, чтобы волосы имели ровный срез, и он полностью потерялся, концы такие были, знаете, как отфилированные, или как будто бы их обгрызли собаки, не знаю, смотрелось это уже неопрятно. И я сама себе, благо сейчас очень много роликов, как саму себя подстричь, особенно если у вас такие более удлиненные волосы, это достаточно быстро, за две минуты. И я где-то сантиметров пять подстригла, сейчас они, конечно, живее выглядят, объемнее, пышнее и здоровее, и действительно ровный срез, он вернулся. И, наверное, все-таки придется мне раскошеливаться, если я хочу отрастить волосы, покупать дорогие средства. Может, кто-то скажет, надо регулярно стричься, но если регулярно стричься, все мы прекрасно понимаем, что будет одна длина волос, и ничего у вас не отрастет сантиметров на пятнадцать. Не отрастет, такого быть не будет, если постоянно стричься. А та длина, которая у меня сейчас есть, она мне не устраивает, я хочу волосы подлиннее. Поэтому добью, что есть из бюджета, и буду, наверное, раскошеливаться на что-то получше. Надеюсь, они будут более экономные, потому что бюджет улетает быстро. Так, еще у меня закончился один продукт, это бальзам от Свобода, бальзам-ополаскиватель для всех типов волос, экстракт джиншеня, экстракт зеленого чая, провитамин В5. Свободу марку я люблю, здесь аромат поприятней, но тоже он не супер вау, какой-то растительный, травки какие-то, муравки, цветочки полевые. Ну вот, знаете, у Свободы есть реально приятные ароматы, ну а этот так себе, ну нормально. Этот получше, все-таки с ним чуть-чуть лучше расчесывание было, но не особо, не особо, поэтому такое себе. Может быть мне стоит, девочки, у кого такие волосы, как бы у меня волосы, они тонкие, они очень сильно путаются, но при этом они очень объемные, кудрявые и густые. И окрашенные, светло-рыжий цвет, и в общем вот так вот. У кого такая проблема, может быть стоит просто покупать хороший шампунь и хороший спрей для волос, не знаю, буду думать, буду пробовать. Так, следующее, что у меня закончилось, для лица всего одна штучка, это вот такая вот мицеллярочка маленькая от Ивроше. И нормальная мицеллярка, но не на твердую пятерку, наверное на четверку. Все-таки, если, знаете, какая-то такая подводка карандашом хорошая, то, ну, немножко нужно повозиться. Но, в принципе, макияж снимает тени, тональник и никаких претензий нет, нормальная мицеллярка. Следующее, для тела продукция, у меня закончился гей для душа от Ивроше. My Kiwi Kiss, это весенняя лимитка, девочки, именно весенняя, она не летняя. Так, там прямо написано, весенний там аромат, все дела, в стиле поп-арт, прикольное оформление. Здесь киви и имбирь, честно говоря, я особо не слышу здесь. Имбирь я, кстати, не люблю, я его не ем вообще, никогда. Но я слышу это как какой-то химический лимонад. Не знаю, из разряда фанты спрайта, такое мы не употребляем. Я вообще не знаю, как такое можно выпить, честно говоря. Но в геле для душа он какой-то такой с освежающей ноткой, и именно в запахе на теле нет. Нормально, больше, наверное, понравился, чем не понравился, но это чисто на один раз, девочки. Повторно я бы не купила. В нем абсолютно нет ничего вау, интересного такого. Ну так, на один раз, для лета. Очень химозный аромат, прям какой-то фанты, я не знаю, спрайта невыносимый. И вот в банке. Когда начинаешь пользоваться, он более такой понежнее, что ли, становится. Нормально, нормально, для лета. Запах такой бодрящий, свежащий. Ну, на один раз. На один раз. И мне не понравилось, что он прозрачный. Я не люблю прозрачные гели для душа. Можно подумать и сказать, что типа, и в Роше, вот они. Да, они, как бы, половина геля своих сделали бесцветными, прозрачными. Но у них также есть серия с гелями, которые имеют оттенок. Поэтому я не вижу смысла какие-то делать бесцветные. Они скучные. И они навевают прям конкретно на меня скуку и утомление в душе. Я хочу чего-то приятного, веселого. Мне это не понравилось, что он бесцветный. Еще вот так вот, да. А так, по качеству хорош. В принципе, гели у Евроше в таком вот дизайне. Они достаточно качественные. И еще у мужа закончился вот такой вот гель для душа. От Гуччи Гилти. Это мужской гель для душа. Мне понравился по аромату, ни ему, ни мне. Он просто ужасный. Пахнет каким-то гуталином, что ли. Чем-то таким продуктами нефтепереработки. Чем-то вот этим вот дегтем каким-то. Не знаю, ну запах ужасный. Я не знаю. Есть такие духи и, наверное, это просто быть супер отчаянным мужиком. Такое на себя налить и просто будут все расступаться и убегать. Потому что запах реально неприятный. Это, конечно, был подарок за покупку. Муж мой редко когда что выбрасывает, использовал. По качеству, говорит, хороший. По качеству претензий как бы нет. Следующее. Практически закончилось, но решила вам сейчас показать. Сейчас я приготовлю завтрак и побегу в душ, как обычно. И использую этот кремушек для тела. Кстати, актуально будет. Я покажу вам его консистенцию. Это фрешлайн итальянский фиг инжир бодибаттер. Такой вот бодибаттер. Приобретала в наборе. Для туши я уже использовала. Здесь 150 мл. И вот такой вот крем. Баттер. Я, когда пришла домой, увидела, что это баттер. Расстроилась. Но все-таки решила попробовать, девочки. Я его использовала летом. Потому что, ну, это не баттер. К моему счастью, не баттер. Может, вы ищете баттеры. Вот мне как раз на разочек хватит сегодня. Это кремушек. Вот такой вот. То есть он... Видите, какой? Не сказать, что он прям какой-то супер-мега густой. Да, он питательный. Но при этом он быстро впитывается. Ну, как быстро? Смотри, сколько навесете. Он впитывается. Он даже немножко как-то освежает. Хорошо ухаживает и увлажняет, и питает. Кожа очень нежная такая, приятная. И, смотрите, впитался. Никакого жирного блеска, ничего нет. То есть это просто хороший крем для тела средней консистенции. Я бы так сказала. Приятно пахнет. Честно говоря, я не помню, как инжир пахнет. Потому что я как-то пробовала его на вкус. Он мне не понравился. Ну, какой-то вот такой вот травянисто-фруктовый аромат. Очень приятный. Ну, что могу сказать. Использовала с удовольствием. Мне понравилось. Далее. От Кадали. Кремушек для ног. Здесь аромат классический Кадали. Который в большинстве продукции у нас встречается. Здесь 75 миллилитров. Это такой, девочки, хороший, не просто увлажняющий, а питательный, густой крем для ног. Он действительно, я считаю, стоит своих денег. Он действительно рабочий, хороший и приятный. При этом он впитывается. Я наносила его под носочки. И мне нравилось в таком качестве. Даже летом. Я всегда ухаживаю за своей кожей лица, тела, неважно, какое время года. Это регулярно должно быть. Если вы используете не на регулярной основе, значит, это, мне кажется, просто... Ну, вы не ухаживаете за собой. Вы впустую, как бы, моментами доухаживаю, до неухаживаю. Все равно кожа нужна. И влага какая-то, и увлажнение. Может, какие-то полегче кому-то текстуры. Ну, в общем, я использую всегда. Для рук потрясающий крем от Clinique. Clinique Happy закончился. Невероятный крем. Он не только имеет этот потрясающий аромат, ни на что не похожий. Идентичный аромату Clinique Happy, да. То есть, нет различий между кремом для тела, кремом для рук и ароматом, парфюмом. Они пахнут полностью один в один. Я, честно говоря, долго пыталась понять, чем же на самом деле это пахнет. На самом деле, аромат не на что не похожий. Он уникальный, какой-то цветочный, такой дурманщий, сладкий. И, знаете, я пришла к выводу, что он похож на аромат кувшинок. Вот именно, когда ночь, на юге такая вот, немножко стихает жара и немножко, как бы, такая вот влага, ветерочек. И вот эти вот кувшинки одинокие на поверхности водной глади. И это дурманщий, сладкий аромат. Мне кажется, это похоже на это. Крем питательный и такой хороший. Его нужно совсем чуть-чуть, ей достаточно долго им пользовалось. И увлажняет, и питает, и быстрее впитывается. Не жирной пленки, ничего абсолютно не оставляет. Отлично ухаживает за кожей рук. Все, девочки, это все, что я хотела вам показать и рассказать. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока. С вами была Леся.